Я не знаю, что ждет меня вечером, но я точно знаю, что буду есть свежие продукты, которые доставят Озон Фрэш. Вхожу в роль. Озон Фрэш. Важно, что ешь. Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить муссовый морковный торт. На моем канале есть рецепт бисквитного морковного торта, который вы очень полюбили. В этот раз готовим муссовый вариант с уникальным сочетанием вкусов. В составе пряный морковный бисквит с грецкими орехами, абрикосово-морковная начинка и нежный сырный мусс с цитрусовой ноткой. Торт сбалансированный, ароматный, я бы даже сказала праздничный и, конечно, очень вкусный. Давайте готовить! Приготовление начнем с морковного бисквита. Нам понадобится свежая морковь, натертая на мелкой терке и хорошо отжатая от сока. Сока может быть довольно много, нам он не нужен. Далее яйцо, обжаренный грецкий орех, нарубленный на небольшие кусочки, но не сильно мелкие. Орех должен давать приятную текстуру в бисквите. Цедра апельсина, тоже натертая на мелкой терке. Подсолнечное масло без запаха. Сахар и сухие ингредиенты. У меня здесь заранее просеянная мука, молотые корица, мускатный орех, перец тимут, разрыхлитель и сода. Друзья, иногда во время съемок у меня заканчиваются необходимые продукты для рецепта. И в этот раз я не рассчитала и мне могло не хватить моркови и апельсина для нашего торта. Поэтому, как и всегда, когда мне нужно быстро купить свежие продукты, я заказываю доставку Озон Фреш. Здесь большой ассортимент продуктов. Есть и готовые блюда, и продукты собственного производства, фермерские и локальных производителей. От овощей и фруктов до мяса, рыбы и молочных продуктов. Здесь я беру продукты и для моих рецептов в блоге, и для всей моей семьи. Все всегда свежее и высокого качества. Помимо качества и свежести продуктов, я очень ценю время. Уже в течение часа и даже быстрее продукты у меня под дверью. Если во время съемки я понимаю, что нужный ингредиент закончился, например, как сегодня, то мне намного быстрее и удобнее сделать заказ на Озон Фреш, чем собираться идти в магазин. Помимо недостающих продуктов, я сразу взяла маскарпоне, яйца, грецкие орехи, масло авокадо, молоко, вишневое варенье, различные твердые сыры, замороженные ягоды. Все собственного производства Озон Фреш. Также еще для дочки взяла мороженое, леденец без сахара и кокосовое печенье. Друзья, если вы цените свежесть продуктов и большой выбор, и для вас также очень важным является экономия времени, обязательно попробуйте Озон Фреш. Ссылку я оставлю в описании под видео. А теперь давайте вернемся к приготовлению нашего вкуснейшего торта. Сухие ингредиенты хорошо перемешиваем венчиком. Яйцо взбиваем с сахаром до пышного воздушного состояния и до посветления массы. Добавляем сухие ингредиенты и перемешиваем венчиком. Тесто будет довольно густым. Добавляем растительное масло и еще раз перемешиваем венчиком. Тесто станет красивым и кремовым. Добавляем к нему морковь, орехи и цедру. И затем перемешиваем лопаткой. Тесто будет густым, но важно хорошо перемешать ингредиенты между собой. Вот таким должно получиться тесто. Выкладываем тесто в форму для выпечки. И максимально равномерно распределяем его при помощи лопатки или чайной ложки. Разравниваем его поверхность, потому что тесто очень густое. И в духовке оно само растекаться практически не будет. Выпекаем бисквит на температуре 170 градусов. Духовка заранее должна быть разогретой. И времени понадобится около 20 минут. Но не забывайте, что вы должны ориентироваться по индивидуальным особенностям в вашей духовке. Бисквит важно не пересушивать. Готовность проверяем деревянной шпажкой. И вот таким получается бисквит. Он безумно ароматный. Чтобы бисквит не продолжал подсушиваться от горячей формы, сразу снимаем со дна фольгу и достаем бисквит из кольца. Даем ему остыть на решетке и затем ненадолго отправим в холодильник. После остывания подготовим бисквит для дальнейшей сборки торта. Для этого срезаем у него верхнюю шапочку, чтобы поверхность была ровной. Посмотрите, бисквит внутри получается сочный, насыщенный, текстурный, совершенно не клёклый и очень-очень вкусный и ароматный. И затем обрезаем его кольцом диаметром 16 см. Избавляемся от подсушенных краешков и подравниваем под нужный диаметр для формы. И теперь бисквит необходимо полностью заморозить. Отправляем его в морозильную камеру. Приготовим ароматную абрикосово-морковную начинку. Для неё нам понадобится пюре абрикоса, морковное пюре. Для этого морковь нужно отварить до мягкости и пюрировать блендером до однородности. Сахар, молотая корица, желатин, замоченный в холодной воде и кукурузный крахмал. Крахмал смешиваем вместе с сахаром. В сотейник отправляем оба пюре, добавляем корицу, перемешиваем. И далее при постоянном перемешивании венчиком постепенно всыпаем крахмал, смешанный с сахаром. Крахмала здесь небольшое количество, поэтому я его весь ввожу ещё до нагревания пюре. Теперь ставим массу на плиту и при постоянном перемешивании доводим до кипения. После кипения провариваем буквально 1,5-2 минутки. Вы увидите, как масса вновь приобретёт красивый цвет и загустеет. Снимаем массу с плиты и сразу добавляем набухший желатин. Тщательно перемешиваем, чтобы желатин полностью разошёлся в массе. И затем выливаем нашу начинку в заранее подготовленную форму. Я кольцо ещё предварительно держала в морозильной камере. Распределяем начинку равномерным слоем, даём остыть при комнатной температуре и затем отправляем в заморозку в морозильную камеру. Когда начинка полностью замёрзнет, достаем её из формы. Я сверху прохожусь ножом и затем снизу её выдавливаю. Она выходит достаточно легко. Когда бисквит и начинка заморожены, переходим к приготовлению мусса и сборке торта. Итак, для мусса нам понадобятся сливки жирностью 33%, сливочный творожный сыр, яичные желтки, желатин, замоченный в холодной воде, молоко, сахар и экстракт красного апельсина. Буквально 1 грамм этого ингредиента выводит вкус торта совершенно на новый уровень, объединяя все вкусы и оставляя яркое впечатление. У меня есть 2 экстракта разных производителей, включая мой любимый сицилийский апельсин. Главное, чтобы экстракт был натуральным и пищевым. Вы также можете его использовать и для других своих блюд и десертов. Приготовление мусса начинаем, как всегда, со взбивания сливок. Сливки обязательно должны быть хорошо охлажденными. Взбиваем их до так называемого полувзбитого состояния. Такие сливки еще сравнивают с подтаявшим мороженым. Это состояние, при котором сливки максимально насыщены воздухом, они становятся пышными и объемными, начинают немного густеть, но еще не начинают образовывать пики. После взбивания след от венчиков на поверхности сливок сразу исчезает. Вот такими должны получиться сливки. И сразу убираем их в холодильник до использования. Далее подготовим сыр. Нам сыр понадобится теплым, около 30 градусов. Для этого его можно или очень аккуратно нагреть в микроволновой печи, или на водяной бане. Главное, не перегревать его. И затем его нужно тщательно растереть. Можно миксером на низкой скорости, до однородного кремового состояния, просто чтобы в нем не было комочков. То есть здесь мы его не взбиваем, а растираем. Далее готовим крем-англес. К желткам добавляем примерно половину сахара и сразу же тщательно растираем венчиком. В сотейник выливаем молоко и добавляем вторую половину сахара. Отправляем молоко на плиту и нагреваем до полного растворения сахара и появления пара, но не доводим до кипения. Горячее молоко тонкой струйкой вливаем в желтковую смесь, непрерывно помешивая венчиком. И когда все молоко добавлено и сахар полностью растворен, возвращаем массу в сотейник и на среднем огне доводим до температуры 82-83 градуса. Но здесь также очень важно следить за консистенцией крема. Постоянно перемешиваем его лопаткой. Крем слегка загустеет до состояния соуса. Очень важно его не переварить. Как только крем достиг нужной температуры, сразу же снимаем его с плиты и сразу добавляем набухший желатин и тщательно перемешиваем. Крем продолжает нагреваться от горячего сотейника, а желатин остановит этот процесс и снизит температуру крема. Переливаем крем в подходящий стакан для работы с блендером. Затем добавляем теплый творожный сыр и с помощью погружного блендера объединяем массу до полной однородности. Сыр должен полностью разойтись в массе. И затем добавляем экстракт апельсином и еще раз хорошо объединяем. И нам остается соединить эту сырную массу со взбитыми сливками. Перед добавлением сливок необходимо массе дать остыть до температуры ниже 35 градусов. Это важно. Можно, например, поставить стакан в чашу с холодной водой и аккуратно перемешивать. Также в это время подготовим форму для сборки торта. Я использую универсальную силиконовую форму, которую нужно установить на подложку. Когда температура сырной массы опустилась до 33-30 градусов, приступаем к соединению со взбитыми сливками. Сначала сливки слегка перемешиваем после охлаждения. И затем тонкой струйкой при непрерывном перемешивании лопаткой вливаем сырную массу во взбитые сливки. И после добавления всей массы тщательно, но бережно объединяем лопаткой до получения однородного, невероятно вкусного и ароматного мусса. И сразу приступаем к сборке торта. Для удобства я переливаю мусс в стакан. Итак, заполняем форму для торта муссом более чем наполовину. Выкладываем в мусс начинку, слегка помогая ей утонуть, чтобы мусс начал ее накрывать. Далее сверху наливаем еще немного мусса, не доходя до края формы. Оставляем запас для бисквита. И затем выкладываем замороженный бисквит, ровняем мусс по краям формы и убираем торт в морозильную камеру до полного замораживания. После заморозки достаем торт из формы, при необходимости сглаживаем неровности ладонью и сразу же покрываем его зеркальной глазурью или велюром. У меня на канале есть рецепт классической зеркальной глазури, которым вы можете воспользоваться. Также я скоро сниму еще один рецепт глазури, который часто использую. После покрытия торт необходимо сразу же убрать в холодильник на дефростацию. Дефростация займет примерно 8-10 часов. И, друзья, наш торт готов. Торт получается очень вкусным, пряным, нежным, с разными текстурами и яркими нотами во вкусе. И, конечно, он очень красивый в разрезе. Друзья, я надеюсь, что видео было для вас полезным, интересным и вдохновляющим. И вы приготовите этот торт и попробуете его. А у меня на этом все. Я, как всегда, вас всех благодарю за внимание. До встречи в новых видео. Пока-пока.